так друзья всех приветствую на связи ксения сегодня у нас с вами дачная локация внутри беседки потому что у нас погода то знаете нас шкварит как на сковородке очень холодно так давайте по традиции ручки сердечки слышно меня вид на меня так все благодарю благодарю ну что поехали сегодня наши с вами гости как обещала в прошлом эфире добрый день это у нас арбуз и я вам сейчас покажу и расскажу рецепт пастилы из арбуза дальше у нас гость это дыня 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 делала с бананами дыня банан и еще вот такие гости у нас орехи я взяла ровно все то что есть у меня дома поэтому когда будете делать пастилу знаете не заморачивайтесь вот что есть дома то есть а если ничего нет то тогда берите то что вам нравится так вот это собственно смотрите результат моей работы и я если честно сейчас предыстория немножко поставила пастилу сушить и видимо так я переживала получится не получится что приснился мне сон что прям у меня пастила пересохла все хрустит представляете я среди дочек побежала к сушилке проверить хрустит не хрустит и сделала ровно то что я вам сейчас скажу что делать не надо потому что когда только начала и сушить на производстве пастилу и это была наша такая вот ошибочка потому что мы когда открывали сушилку брали листы и проверяли просохла не просохла вот так вот пальчиками на и потом у нас пальчики на этой пастиле оставались вот ровно так сегодня ночью я и сделала завязала руками хоп и такая ой сегодня досохла и пошла спать спокойно так смотрите пастила из арбуза если честно пастилу из арбуза я делала вообще впервые в своей жизни и получилась она у меня ну сразу с первого раза что могу сказать что она такая достаточно тонкая да но ароматный арбузом пахнет какой для себя я сделала вывод буду ли я на зиму замораживать его замораживать господи сушить арбузную пастилу еще не знаю под вопросом потому что чипсы то из арбуза точно буду делать да вот с пастилой с пастилой подумаю почему потому что арбуз он у нас водянистый до вода и нужно много яблок для этой пастилы а так как мы знаем что на сезон такой да что яблок у нас мало и продается у нас сейчас яблоко либо но очень дорогое не очень такое подходящие мне для пастилы поэтому ребята не выключила звук арбуз мы очищаем от косточки косточки убираем почему потому что какой бы мощный у вас блендер не был то все равно ну то есть прям вот пыль все это стереть нельзя убрала косточки взяла нам сейчас скажу на 500 грамм яблоко яблоко я запекала запекала в микроволновке вы можете запечь в духовке вы можете это сделать на плите то что есть у вас под руками дальше на 500 получается грамм запеченного яблока я взяла 400 грамм арбуза как я делала вообще пропорции так как я делаю эту пастилу впервые я буду вам всегда говорить что приготовление пастилы это все-таки такой знаете творческий процесс вот вы взяли блендер положили туда яблоки и дальше я добавляла арбуз и смотрел он то чтобы там и цвет был но чтобы это было и не жидкое пюре мы все время с вами стремимся к тому чтобы наше пюре было консистенции как вот детское пюре ну то есть все я думаю все узнаете какая это консистенция потому что если совсем будет жидкая дата и пастила будет совсем тонкая высохла пастила я еще раз говорю она прям тоненькая видите вот такая еще что сегодня заметила за собой и был у меня такой вопрос от девушки юли она такая мне говорит юля будет смотреть привет тебе пастила плохо снимается с листов я сегодня утром когда обнаружил все у меня пастила сохла я вам сейчас скажу при 45 градусов я поставила в 9 вечера и выключила 8 утра это получается у нас 11 часов 11 часов у меня сохла эта пастила высохла вся прекрасно арбуз и дыня банан орех пастила высохла я посмотрела что все готово и полетела по своим делам то есть как только у вас пастила высохла не оставляйте на долгое время пастилу на листах потому что снимать и будет сложно высохла у вас пастила то есть снимаете сразу и еще для того чтобы ваши листы еще расскажу и буду повторять прослужили вам долго то пожалуйста мойте их сразу помыли оставили вода стекла протерли полотенчиком и убрали прослужит они вам так очень долго и так повторюсь арбузная пастила на 500 грамм запеченного яблока взяла арбузы 400 грамм сушила при температуре 45 градусов 11 часов 11 часов и все высохло прекрасно так следующий у нас с вами гость это пастила это наверное но такая одна из моих самых самых любимых вкусов это дыня банан и орех без яблока как вы поняли что хочу сказать про эту пастилу дыни я взяла 60 650 грамм а яблоко я взяла 350 грамм ой банан взяла 350 грамм питья яблоко то она все-таки где-то тут крутится вот и орех ну то есть какое количество ореха мы добавляем я просто беру то время ножичком размончала орехи потом саша мне помогал и что-то там и в ступочке делал и ножом дел а потом видимо так это саше надоело что он просто берет блендер засыпают туда орехи то есть промолол и получается не в муку там и делаем все-таки чтобы у нас такие были мелкие комочки то есть вот пастила получается дыня дыня банан орех по сравнению с пастилой из арбуза пастила из арбуза у нас она такая получается прям видите цвет такой как сегодня сказала вика морковный да сказала морковный он такой действительно не очень яркий не очень яркий и сама пастила такая даже на просвет вот видите такая прям тоненькая получилась я на лист лила что арбузная пастила что пастила из дыни по 450 грамм можно больше можно больше кто-то пишет что 450 грамм это тонковато ну смотрите то есть у меня 450 500 можно ли 550 можно но она сохнуть будет дольше еще такой момент друзья когда вы разливаете пастилу то пожалуйста обратите еще внимание на то это такое обязательное условие да что мы вот сюда вот сюда мы наливаем слой толще чем ближе к центру тем слой тоньше то есть берете наливаете прямо на подон вот здесь на краях а дальше а дальше вот так вот растрясаете в следующий раз мы с вами сделаем я думаю прямой эфир да когда я прямо это покажу покажу яблоки в дыню не добавляем я не добавляю и на производстве мы делали пастилу дыня банан орех без яблока условия обязательное из раза в раз говорю из раза в раз буду повторять что банан мы берем с вами обязательно спелый ну то есть чем спелее банан тем лучше пастила дыня банан орех она такая немного получается у нас липковатая вот прям и и это совершенно не страшно это нормально потому что сама по себе дыня сладкая и сочная и банан я тоже беру спелый соответственно он тоже дает вот эту сладость пастила получилось что из арбуза что из дыни прям очень сладкая ну вот прямо сладкая вот еще тут видите у меня лист вишневый пастилу и вишневый пастилу мы с вами не готовили но вот она мне прям очень нравится и по текстуре по цвету и по запаху и по запаху очень вкусно вот собственно друзья пробежалась быстро по ингредиентам до погромовки и количество времени еще раз что одна что другая пастила заняла у меня 11 часов 45 градусов всегда стараюсь пастилу сушить при 45 градусов потому что мы яблоки с вами запекли да часть витаминов у нас улетела и если вы ставите пастилу либо читала видела у кого-то был вопрос что у меня потемнела пастила я уже рассказывала как-то в прямом эфире когда мы врубили температуру нам хотелось быстрее посушить лимоны и они у нас стали просто такого темного цвета то же самое у нас было с пастилой это была пастила абрикосовая вот с абрикосовой пастилой поэтому температура ну максимум что я советую что мы сами на себе тестили когда у нас был этот режим как я его называю но он стоп предновогодний либо предпраздничный там мы ставили температуру где-то 50 градусов 55 градусов то когда количество поддонов у нас было там порядка 12 13 даже иногда до 15 наращивали а так в основном это 10 10 12 поддонов а вот дыня смотрите я брала вообще дыню она называется колхозница кругленькая кто-то у нас тоже писал что у них большой сезон дыни не вот это вот торпеда да она дорогая по сравнению с колхозницей и получилось вообще просто просто прекрасно и потрясающе еще мой совет вам такой что мы сейчас будем еще делать после прямого эхира потому что у меня тут в гостях прекрасная девочка даша и она не знает что такое смузи из арбуза у меня такое было утро я рассказывала я просыпаюсь приходит саша подходит и дает мне в стакане смузи из арбуза просто арбуз и все убрали косточки и получается очень потрясающе с утра прям представляете такой заряд витамин поэтому тоже пробуйте делайте и сейчас потрясающее такое время и насытить себя как я говорю все что можно в моменте переработать все что можно в моменте насытить себя и свой организм этими витаминами а все остальное сохраняем дабы у нас когда придет зима да уже будет придет осень вот тогда мы достаем с вами пастилу и начинаем питать себя уже этим вот приехала сегодня на дачу прошлась у мамы по участку и увидела что начинается у нас это пора называется ух там помидоры там кабачки там баклажаны в общем что мы будем делать с помидорами один банана сколько дыни на один лист смотрите вот граммов к еще раз я взяла дыню 650 грамм у меня получается банана 350 и все это у меня ушло на два листа то же самое с арбузом арбуза у меня было 400 яблоко было 500 и это тоже все разлилось разлила на два листа вот потому что если мы с вами говорим про количество бананов у вас может быть банан ну там полтора раза больше чем мой поэтому все-таки сама говорим про граммовку они про количество какого-то какого-то фрукта вот тень давайте еще раз слышите видите меня помышите мне кто-нибудь вы граммовку даете дези 3000 да я даю граммовку дези 3000 потому что у меня 1000 дома сушу на 1000 и на производстве у нас 1500 и мы не пользуемся вот 500 здравствуйте скажите пожалуйста пастила из абрикоса делается без яблок мы всегда делали с яблоком то есть без яблока посмотрите был такой вопрос почему пастила когда при высыхании сжимается то есть мы одно время на производстве так намучились абрикосовой пастилой мы еще делали как я вам говорила первое время долгое долгое количество даже в годах можно сказать только из сырого яблока технология приготовления пастилы из яблока запеченного и яблока сырого она все-таки другая и так вот абрикосовая пастила она у нас сжималась пастила из хурумы у нас сжималась то есть и мы здесь прям для себя вырабатывать вот эту технологию яблоко должно быть все-таки больше да от любой другой ягоды должно быть меньше это говорю я вам вещаю ровно вот отсюда из своего опыта возможно у кого-то по-другому получается по-другому я не пробовала вот а то что все буду проходить уже вместе с вами по пути тем и буду делиться что-то что-то по-моему со связью что-то что-то со связью так вот у друзей опять изображение стало друзья ну вот так хоть на второй этаж беги а на улице очень хорошо было прошлый раз не знаю насколько я там у вас появляюсь в общем истории и шо и шо вы тут делаете открываю крышку они вялит томаты то есть понравилось им это дело и сушит помидоры и вялит ну то есть в основном топчик их любовь это вяленые томаты поэтому с вами тоже проведем эфир как я сказала у мамы тут уже урожай урожающий собирается да так что тоже обязательно сделаем и мой мне вам совет ну правда сделать на зиму и будете сами себе благодарны так вот друзья рассказывает мне такую историю что и это вам тоже будет такое напутствие дабы вот этот прекрасный инструмент да а мы все-таки называем это инструментом который помогает нам сохранить урожай да там витамины и все остальное творчество придать себе поэкспериментировать заработать на этом это все инструмент так вот отнеситесь пожалуйста к нему очень внимательно потому что если вот сюда в отверстие у нас попадает жидкость еще раз скажу что сушилка у нас должна стоять ровно ровная поверхность когда вы разливаете пастилу то не старайтесь разлить это все на столах а потом вот так вот нести не дай бог все это пролить сюда то есть разлили поставили разлили поставили но на производстве если честно мы все-таки уже такие были натренированные какое-то количество подонов заливали потом ставили сюда так вот жидкость попала вот сюда в моторное отделение и все, и никакая гарантия ничего тут им не помогло, как только сменить вот эту нижнюю часть поэтому все, что такое сочное и пастила, пожалуйста обратите на это внимание и не заливайте моторное отделение, потому что там там же все оно прилипает и сохнет ну, собственно, историю вам рассказала, теперь по вопросам еще раз про хранение смотрите, у нас был эфир про хранение, вы можете вернуться еще раз туда, но я буду так как вопросы у вас появляются, буду отвечать как хранить пастилу? Нужен запайщик либо вакуумом? Я никогда вакуумом не пользовалась так мы пастилу не хранили если у вас нет запайщика то можно просто приобрести пакеты зиплок, замок то есть вы складываете пакет ложите лист пастилы сверху берете обычный полиэтиленовый пищевой пакет отрываете разрезаете его, дабы ну, давайте уже быть честными да, то и экологию мы так сохраним и свои и свои деньги тоже разрезали, на лист пастилы положили пакет дальше опять лист пастилы пакет лист пастилы пакет дальше вы берете просто своими ручками прям вот так вот проводите по пакету вы выводите весь оттуда воздух закрываете этот замочек зип-замок все и ложите в темное прохладное место когда открываете пакет достаете оттуда пастилу то пожалуйста сделайте ту же самую процедуру не поленитесь то есть мы выталкиваем оттуда весь воздух закрываем зип-замком и складываем одно время на производстве мы так и хранили пастилу потом мы перешли к тому, что у нас есть запайщик то есть мы открыли, да, и опять запаяли потому что, ну, по моему опыту, что вот этот замок, он все-таки пропускает пропускает воздух, какой бы он хороший не был вот, поэтому можно сохранить да, можно про пастилу как как сушить чипсы из кабачков ничего нет проще, как высушить чипсы из кабачков берете кабачок единственное, только смотрите, друзья мои кабачки имеют такое свойство расти быстро, да, увеличиваться в объеме тут у нас получается уже семечки такие поэтому ловите этот момент берете мы работаем на терке бернер ну, то есть взяли терку выставили толщину одинаковую положили если вы будете резать ножом, то вот сохранить одинаковое, как вам сказать расстояние будет сложно поэтому в процессе вам нужно будет постоянно этот продукт перебирать потому что какая-то часть у вас уже высохнет да, какую-то нужно будет досушить все, вы нарезали кабачок если хотите, ну, пикантности какой-то еще чего-то можно посыпать специями я сушила и сушу и буду сушить просто без всяких специй прям вот чипсиками мне это напоминает причем мы сушили такого, знаете, до хруста и мне почему-то этот кабачок все время напоминает тыквенные семечки ну, вот казалось бы, да, кабачок а по вкусу прям внутри реально тыквенные семечки тыквенные семечки очень вкусно зимой смотрите, одно время я замораживала кабачки резала этими кубиками в пакет и в морозилку когда в мою жизнь пришли сухофрукты я попробовала сделать следующее то есть мы их насушили опять же, вместо, да, что у тебя в морозилке занимает вот такое количество либо ты посушил, занимает меньше когда готовите уже зимой достаете чуть-чуть размочили эти чипсинки если они вам так не заходят чуть-чуть водичкой размочили добавили там в овощную рагу, например, в духовку и вот вам, пожалуйста, кабачок а витаминов там намного больше нежели оно у вас полежит в морозилке вот так что про кабачки про кабачки все просто температуру, опять же, кабачки можно сушить на температуре прям 50-55 градусов все, что касается очень высокой температуры там 60-65 это уже мы идем, когда сушим мясо и все такое ничего, никакие чипсы и пастилу на такой высокой температуре не сушу как хранить фрипсы от арбуза фрипсы от арбуза в прошлом в прямом эфире рассказывала, по-моему в общем, где-то рассказывала вот складываете в баночку берете систему вакс да либо вы берете пакет и то же самое, как я сейчас рассказала на примере пастилы укладываете все закрываете герметично но здесь бы я посоветовала запайщик Ксения, просто порезать слайсами не надо солить, ждать когда жидкость отойдет и специи не добавляете вот смотрите я не добавляю специи ну вот и мы сушили кабачок на производстве продавали его просто просто кабачком мы не ждали, когда уйдет вода потому что сразу то есть вот мы нарезали сразу уложили и сразу и сразу включили то есть если нарезать посолить ну опять же смотрите нарезали если со специями как это делается с помидорами например, да вы нарезали на лист уложили сверху сверху посолили либо приправа либо соль и все и получается вам вуаля у нас, кстати на курсе это же был такой момент когда я приехала на съемки и там были чипсы из картофеля и это было и это было прям потрясающе вкусно и я подумала блин, ну почему вот мамам просто вот не включиться да, потому что у меня племянник хоккеист и мы как-то с ним на даче лежим на диване и он такой бежит и хрустит этими чипсами я ему такая говорю ну дай-ка мне пачку беру эту пачку и начинаю читать ему вслух вслух читаю что там в составе говорю ну как бы а он такой ну вы же понимаете дети а если что мне хочется донести домам что вы сами можете все это сделать и просто убрать вот это количество не получится все убрать но помочь своим детям все-таки минимизировать это да ну натерли вы эту картошку то есть там посолили поперчили посушили оно прям вот до хруста прям чипсы и очень вкусно так что советую вот так ну что 30 минут я вам тут друзья обещаю давайте еще есть ли у вас вопросы с удовольствием отвечу если нет то на следующей неделе гость наш это будет помидоры будем с вами сушить помидоры покажу как вялить помидоры вот так что так что присоединяйтесь будет весело с помидорами мне кажется вообще надо попробовать картошку да попробуйте прям вот тоненько тоненько нарезать и в сушилку сверху посыпать приправы соли но только не тоже там не увлекайтесь то будет картошка белой цветом остается смотрите картошку вот сейчас же тоже прекрасный такой момент да когда и овощи то они у нас сейчас все свежие картошка молодая поэтому картошку вот это знаете будет не очень то честно для тех кто приобрел у нас курс да еще скажет вот мы за это деньги заплатили она тут сидит просто так вещает вот поэтому посмотрите и возьмите молодую картошку нет ничего мы не отваривали сыр выложили так что попробуйте как-нибудь надо мне будет сделать Мирославу просто показать он сегодня бегал лист пастилы и я снимаю вот Мирославу очень понравилось арбузное он бегал просто с этой пастилой и тут я снимаю второй лист и он такой ааа руками я говорю тихо тихо мама покажет а потом говорю все вместе сядем будем пить чай так ну что на все вопросы ответила да вроде все сказала вы же простите за зависание связи ну вот так дача она такая удачная удачная еще раз уж я от вас сейчас ухожу ваши комментарии вообще вообще очень интересно читать смотреть и что прочитала например про то что а мне дыня совсем не нравится так вот в этом и есть прелесть всей нашей жизни потому что мы с вами вообще все разные то есть то что одному заходит другому не заходит что одному весело то другому грустно поэтому как тут говорится на вкус и цвет товарищей нет сладкий ли арбуз тоже читала что очень сладкий да он очень сладкий и вообще все фрукты которые мы сушим они у нас получаются такой концентрированный вкус я чипсы от помидор убираю от себя могу не остановиться да есть такое дело мы когда только начинала производство и мы ввели тогда в продажу это сушеные томаты и мы ну вообще часто присылают такие сообщения что невозможно остановиться да и даже кому-то из семьи не доставалось пока пока один тут ушел в себя другой пришел и все а помидор нет вот да потому что правда очень вкусно и мы и мы в моменте я вообще поняла что даже по жизни в моменте то что у нас есть не особо то мы и ценим да когда мы теряем а плачем так вот сейчас это такой момент когда нужно просто ценить все то что у нас тут из земли дает на матушка земля да и вот здесь деревья так что все это сохранить так ну все друзья мои благодарю вас что пришли приходите смотрите если опять же вопросы у вас какие-то то пишите ответим и на связи следующий четверг также 16 по Москве дай бог что все у нас сложилось вот так что вам всех благ здоровья удачи хорошего настроения и творите на благо себе и своим родным ой даже я люблю чипсы с помидор да Катюша вот не очень любит пастилу и все такое а помидоры любит привет Катя все пока-пока друзья тык и все все Продолжение следует...